С 23 марта по 12 апреля включительно все российские школы переходят на режим каникул или дистанционные формы обучения. Также на удаленную учебу перевели и учреждения дополнительного образования. В сложившихся условиях мы, что называется, сейчас идем, не могу сказать вслепую, но мы в прямом эфире обучаемся, потому что, конечно, никто из нас не блогер. Мы продолжаем заниматься на дистанционном уровне, то есть наши руководители, они дают задания детям по вокалу, по игре на музыкальных инструментах. Теперь рабочий день Веры Липской, руководителя вокальной студии «Звуковая волна», начинается с видеопросмотра домашних заданий от учеников. Первая корректировка – это в упражнении соломинка. Ты, когда вдыхаешь воздух, постарайся, чтобы у тебя грудь не вздымалась. Все дистанционные занятия по вокалу состоят в основном из базовых упражнений на дыхательную систему и артикуляцию. Вера Липская рассказывает, что после просмотра записывает видео с комментариями по каждому ученику. Но в таком онлайн-обучении, как призналась педагог по вокалу, есть много нюансов. Вокалисты – это не всегда работа дистанционная, можно послушать, но опять же-таки есть нюансы, которые нужно отрабатывать здесь и сейчас, перерабатывать. И не всегда интернет работает, всегда какие-то перебои имеются, поэтому в онлайн-режиме трудно. Я иногда недопонимаю, как можно обучить людей вокалу онлайн. Стоит отметить, что работа сотрудников Дома культуры не остановилась. 17 кружков и секций учреждения функционируют в режиме онлайн. А для самых маленьких слушателей – педагоги дополнительного образования – читают книги в прямом эфире. Какие слова ты знаешь на «б»? Буки, бочки, букашки, бабушки, быки и другие бры. Какие бры! Продолжаются видеопросмотры участников на конкурсы по хореографии. Также 11 апреля состоится отборочный тур фестиваля эстрадной песни «Эдельвейс». Культура района, она ни в коем мере не уходит в спячку. Мы не уходим в карантин. Мы, наоборот, прилагаем массу усилий, чтобы этот карантин проходил в легкой форме, чтобы людям было интересно, чтобы все понимали, что жизнь на этом не останавливается. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.